шалом дамы и господа мы продолжаем изучать перка его и сегодня будут говорить свою тору и свои советы ученики рабьё хана на бен закай говорит мишна посмотрите сказали ученики какой путь нам выбрать уже был такой один тана автор мишны который говорил про путь не просто про единичные какие-то правильные действия а какую-то глобальную стратегию жизни про свой путь какой же путь нужно выбрать говорят мудрецы каждый о своей дороге раби лезер говорит хороший глаз видеть все что у тебя есть в позитивном ключе у меня 1000 долларов в месяц зарплата вау 500 тоже вау все что ты смог достичь если ты уже все что от тебя зависит сделал и ты находишься ну в таких условиях ты не можешь их изменить радуйся ровешу говорит хороший друг это вот глобальная стратегия иметь хорошего друга который может тебе сказать ты не прав здесь нужно так что ты не пришел помолиться почему ты не помогаешь людям которые будут тебя критиковать в правильном ключе или будет тебя поддерживать рабьёшь и говорит хороший сосед не просто друг друг сегодня есть завтра он переехал в другую страну а должен быть хороший сосед имеется ввиду праведный сосед хороший друг имеется ввиду праведный друг который будет тебя наставлять решим он говорит человек должен выбрать стратегию видеть будущее вот если я сделаю так будет такая вот цепочка событий смотреть в будущее и видеть что сегодня вот как мои поступки и действия будут влиять на то что будет завтра это конечно касается в первую очередь заповеди то что я делаю сейчас какие будут плоды меня ждать в будущем мире в грядущем мире раби лёзы говорит хорошее сердце всех любить всех прощать вот такие вот у нас есть стратегии это сказали ученики раби йохана на бен закая которым он ответил что вот слова раби лёзы бы на роха который горит хорошее сердце все идет от сердца весь организм вот доброе сердце хороший человек все его поступки будут хорошими это самое главное сказал раби йохана бен закай теперь говорит мишна какой же плохой путь мы сказали о хорошем пути куда нужно какую стратегию выбирать а какую стратегию не выбирать а с какого пути нужно убегать раби лёзы говорит плохой глаз все тебе не нравится ребешок говорит плохой друг который будет слушай какой бог какие хорошие поступки какая благотворительность какое благочестие раби йоси говорит плохой сосед который тебе будет 24 на 7 говорит да брось ты помощь друзьям хватит быть таким хорошим будь как все жизнь несправедливая ты будь несправедливым вот самая ужасная стратегия и самые неправильные пути в жизни раби шиман говорит человек который берет в долг и не возвращает потому что когда он берем долг у человека как будто мы берем долг у всевышнего так написано в псалмах что грешник тот кто не возвращает долги вот самая плохая стратегия в жизни одолжить не возвращать Раби Лезер говорит, плохое сердце, все тебе не нравится, никого не прощать, быть жестоким, говорит Раби Йоханан Бен Закай, мой ученик Раби Лезер, который последним высказался и сказал плохое сердце, его слова самые важные, потому что если сердце злое, тогда вся жизнь будет плохая и человек будет грешным. Вот такая вот у нас очередная мечта. Спасибо огромное. Продолжаем учить. Перкая вот. Продолжаем.